Татьяна Владимировна, давайте вы какими-то словами обратитесь к нам. Да, очень быстро. Я, разумеется, не буду говорить то, что планировалось, но я отреагирую на то, что здесь происходило. И начну я с того, что бережем мужчин. Потому что вот моя область – это мозг и всякое. Ну, нейронаука или когнитивная наука. И в начале ноября на Экспо 2020 в Дубае в российском павильоне будет секция про мозг, где я в частности тоже буду выступать. Это интересно названо. Это называется Russia, двоеточие, Mindful Brain, то есть мыслящий и сознающий мозг. Я это к чему клоню? Поскольку я, к несчастью, публичная фигура, я все время слушаю идиотские вопросы. Я миллиард раз слушала вопрос насчет того, что женский мозг слабее, он на 300 грамм меньше. Ну, в общем, вот я сразу хочу сказать, это все глупости абсолютные, но разница есть. И разница вот какая. Почему я говорю, берегите мужчин? Мужчины слабее. Это не метафора. Нет, это я серьезно говорю. Я говорю как ученый. Вы, каждый из нас здесь сидящих, знает, какие роли мы должны выполнять одновременно. Ты должна быть точно сильнее, если ты выходишь на высокий уровень, сильнее мужчин на этом же. Так? Иначе они тебя не берут. Ты их должна уложить сразу все. Второе. Ты должна хорошо выглядеть, ты должна быть хорошо одета, косметика, все такое. Дети. В доме должен быть минимальный порядок, да? Это как все сделать? Это параллельно. Я заканчиваю вот на чем. У нас гораздо более интересная, из-за всего, что я произнесла, я вам клянусь, я говорю научные вещи, это не шутки. У нас гораздо более интересная нейронная сеть. У мужчин, это научный факт, у мужчин очень много связей внутри каждого полушария. Вот здесь. И поэтому мужчины в отдельных областях, вот гении в основном мужчины, у чего там, правильно? Что-то я Моцарта ни разу не встретила там. Ну, короче говоря, уж если он блестяще что-то делает, то он это делает лучше, чем все. Шеф-повар. Ну, не бывает женщин. Ну, бывает, но это крайнее исключение. Главные в мире, правильно? И так далее. Что ты не берешь? Зато. А у нас гораздо не больше, а больше, чем у мужчин, связей между полушариями. Я сейчас закончу через минуту. Я объясню, что это значит. Это значит, что мы действуем на разных полях. Понимаете? Не то, что я умею считать лучше всех, только считаю. Зато больше ничего не умею. Вот когда был, я не знаю, может быть, вы знаете, когда Эйнштейн умер, и делали, патологоанатом украл его мозг. Вы можете себе представить? Мозг Эйнштейна украсть. Ну, короче говоря, он где-то там был. Потом он нашелся. И когда его стали исследовать, то очень интересная вещь выяснилась. Оказалось, что у него вот такая перемычка между правым и левым мозгом, которая называется по-латыни корпус колозум, она очень большого размера. Больше, чем у обычного среднего человека. Это объясняет его гениальность в частности. Я не дурочка, поэтому я прекрасно понимаю, что не так. Но это значит, что он на разных полях был. У него было очень широкое ассоциативное поле, в котором он ходил. Он и сюда заходил. Недаром он играл на скрипке. Заканчиваю вот на чем. Я сто раз произнесла публично. И это плохо я сделала. Что он играл на скрипке, но играл чудовищно. Лучше бы не играл. Это знаете, как Шерлок Холмс. Только уши закрыть, только чтобы он этого не делал. Не так давно Владимир Тодорович Спиваков, с которым мы дружны, он мне сказал. Между прочим, я слышал запись, где Эйнштейн играет. И он мне прислал ее. Она у меня вот здесь, между прочим, есть. Вот. И он играет очень прилично. Более того, он играет на скрипке Страдивари. А я... Вот тут был мой провал страшный. Потому что я сказала, откуда вы знаете, на какой он скрипке играет? На что он сказал? Вы что, не понимаете? Я вообще-то профессионал. Все, дорогие дамы, бережен мужчин. Татьяна Владимировна, я думаю, что у вас будет отдельный спич еще на Science Party. Спасибо огромное. Вас столько человек снимал. Мы все покажем своим мужьям и знакомым мужчинам ваши выводы.